Всем привет дорогие друзья, с вами Гидеон и я вас приветствую в полной демо версии Man of Medan. Это первая игра в серии Dark Pictures от создателей игры Дожить до рассвета, которая выходит уже 30 августа. Совсем недавно я выпускал обзорное видео с презентацией этой игры в Гамбурге. Вот здесь вот оно есть, по подсказочке сейчас вам показывается. Там я не показывал полный геймплей с этой демо версии, теперь же я играю у себя дома на своем ПК. Правда с геймпадом, но на ПК играю в эту демо версию и мы посмотрим ее целиком вместе с вами и примем интересненькие решения. Ну а пока мы не начали, я хочу объявить о конкурсе в честь недавно вышедшего дополнения для игры Mutant Year Zero Seed of Evil. Итак, друзья, вышло огромное сюжетное дополнение под названием «Семя зла» для игры Mutant Year Zero. Очень оно большое, где-то примерно сравнимо с третью оригинальной игры, то есть действительно крупное дополнение сюжетное, в котором у нас появляется новый персонаж Лось, за него можно играть, и это дружественный персонаж, а также злодей, который насылает некие корни зла на весь мир и хочет, соответственно, всех уничтожить. Расправляться мы с ним будем, конечно же, в прохождении, первая часть которого уже есть на канале. Ну а фанком специально для вас приготовила еще и пять ключей к оригинальной игре и один ключ к дополнению. У нас будет пять победителей. В этом конкурсе первое место, которое будет разыгрываться в конце, получит ключ к дополнению и ключ к оригинальной игре. Остальные четверо получат ключи просто к оригинальной игре. Что нужно сделать, чтобы принять участие? Все очень просто. Вы пишите комментарий со словом «Участвую» и обязательно еще дополняете его либо ссылкой на страницу ВКонтакте, либо Инстаграмом, либо вашей электронной почтой. В общем, любым из этих трех способов связи, чтобы я связался и передал вам приз. Через неделю я случайным образом выберу комментарии, и первым закрепленным комментарии под этим видео будут расположены итоги. Ну что ж, дорогие друзья, я желаю вам удачи, а мы продолжаем играть в Man of Medan. Ну а сейчас, дорогие друзья, наконец-то начинаем. Пока что я буду играть в одиночку, но, может быть, еще видео запишу и с кем-нибудь в копе, ведь в эту игру можно играть вдвоем. А если вы будете играть у себя дома, то аж можно и в пятером играть. Ну что, новая история, поехали. Новая ячейка сохранения. Интересно, откуда начнется демо-версия? Потому что мы на презентации играли вообще с самого начала, по сути. А, уже со шторма, понятно. Мы играли чуть раньше, даже еще до шторма. А тут уже начинается... Ух. Самая жесть, самое веселье. Ага, здрасте. Судо называется Duke of Milan, а игра Man of Medan. Ну, странненько немножко, согласитесь. Так так. Я пока не буду делать такую версию, где мы будем все фейлить. Демка будет, как я понимаю, очень-очень короткая. Попробуем все-таки. Тихо. Да, в игре русская озвучка полная. Это круто. Демка будет, как я понимаю, очень-очень короткая. Потому что сам этот эпизод, в принципе, очень короткий. Вот именно, вот шторм, да. Я не думаю, что они будут дальше показывать. В принципе, нам даже показали больше в тот раз. Странно. Ну, ладно. То есть, тут нету подводного какого-то момента, когда мы ныряли под воду. А ребята сверху шашлычки жалили. Много болтовни тоже пропущено. Как непривычно играть, честно, с геймпадом от Xbox в такую игру, которая у меня все время ассоциируется только лишь с эксклюзивами PlayStation. На самом деле, очень-очень-очень непривычно. Так, давайте поболтаем. Сколько их там? Три, кажется. Трое. Так, пологичнее, наверное, ленту снять сначала, но ладно. Джулия, ты как? Нормально. Эй! Эй! Блин! Все? Тащили девчушку? Тащили девчонки уже почти. О, молодец. Новости. Хорошая и плохая. Плохая? Да куда уж хуже-то. Плохая новость в том, что это... Могут быть рыбаки, которых я взбесил. Молодец, Конрад. Отлично. Красота. А хорошая? Ну, я их узнаю. И что тут хорошего? Я думал с этого пункта начать. Боже, ну ты и кретин! Ха-ха. Эй! Алекс, что они с нами сделают? И думать не хочу. Надо выбираться. Вот мы влипли. На самом деле я сейчас не вижу... Народ, надо освободиться. Срочно. Не вижу вот этой бесючей-бесющей подгрузки текстур. Не вышло. Давай. При смене кадра. Вау! Промазал лошара. Так. На, сука! Я с тобой потом разберусь. Легкий массаж ножкой сделаю. Никто не знает, что здесь есть, детка. Здесь никого, кроме нас. Давай-ка развлечемся. А не пошел бы ты нахер, дерьма-кусок. Ха-ха-ха. Слышь, отвали. Я, кстати, этого не видел. Вот это вот, именно вот сейчас, в этот момент. Потому что я видел то, что там в каюте происходит в этот момент. Очень круто, что ты можешь переигрывать постоянно и много чего нового видеть. Ну, не бесконечно, конечно, но пару раз уж точно. Так. Давайте поугараем. Ну да. Ты прям дамский угодник. Ха-ха. Стойте! Не надо, прошу. Слышь, ты чего? Остынь. Ну-ка, ну-ка. Пошел-то. Эй! Я тебя убью! О-о-о-о! Он ему кусочек уха отрезал. Маленький. Потом с ним разберемся. Веди себя хорошо, малюша. Пошёл ты. Отвали! Отвали! Отлично, теперь я знаю, что он там заныкался. Когда я играл на презентации, я вот не знал, где он спрятался. То есть это видит только другой игрок. В принципе, можно, конечно, и одному играть, но... Как бы вдвоём, когда играешь... Господи, Конрад! И два раза, если пройти за разные стороны А и Б, то увидишь намного больше. Нет! Пустите! Алекс! Эй, руки убери! Алекс! Сволочи! Сволочи! Гондон! Хлебар закрой! Хлебар закрой! Хлебар закрой! Они её бить не будут. Флиз не тронули. А Флиз, я смотрю, с ними прямо спелось. Ах! 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 Брэда видел? Да. Не бойся, он прячется. Давай. Повернись. У него синяк на лице такой, как будто прошло уже часов двенадцать. Может, сутки. Руки не показывай. Как приведут Джулию, попробуем на них напрыгнуть. Я тоже знаю. Так. Идут. Нет, ну что за хрень?! Джулия, что произошло? Они спрашивали о родителях. Что? Сколько у них денег. Угу. Угу. Теперь будем ждать, что они решат с нами делать. Угу. Наши... Четыре... Четыре... Пять... Шесть... Семь... Восемь. Восемь секунд. Шторм в восьми милях. У них был катер, может его угнать? Да... Да, у них катер. У головаря есть пистолет. Ну... Кто-то может пробраться на катер. Дэдсос. так давайте давайте я попробую на катер пробраться сейчас если отвлечете я залезу на катер чувак с пистолетом и не заметит пока я не уплыву 7 секунд я пролезу в окно только сначала надо его выбить слишком громко услышать мы дождемся удара грома отлично я вылезу окно и на катер а вы пока отвлеките смотри в оба и двигай на катер пошли да я буду буду не волнуйся двинем на катер 6 хочу о чем ты думал ну какого хрена то он взял и заполил почему-то или это я заполил там надо наверно прям вот вот как только 7 то есть не дожидаться пока он скажет 7 а именно вот прям прям перед 7 нажимать так тут надо просто нажимать во время того как пролетает синенькая это вам знаете не антил дон иди-ка так мы нож брать сейчас не будем мы сбегаем курс изменён вот серьезные изменения отмечаются вот этим полукругом хватит проваливай с моего корабля вали отсюда на хрен понеслась понеслась ну-ка 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 есть на этой посудине его не догнать есть сбежали сбежали а была возможность если я не нажал бы стрелялись надо если бы я не нажал y или треугольник то его бы убили его реально убили и неизвестно что ну вот можно уплыть а можно чтобы в него попали и он тоже поплыл и кто из вас мне расскажет про это манчурское золото мы не просто также сюда приплыли да не просто туристы мы приплыли за манчурским золотом всегда показывают за кого играем как они в порядке так заткнулись живо ну давайте побузим да хватит тебя крутого изображать мне кажется не осознаешь чашист вашего положения я скажу флис в этом замешана она с ними плавает в одних водах так она тут капитан а ее не тронули ага слила им про маньчурское золото они в сговоре да 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 как ты смеешь давайте как как ты смеешь ты с ума сошел как тебе в голову эта хрень пришла как ты только смеешь мажор чертов вы все за одно это ловушка и ты нас подставила эй мудила рот закрой на самом деле действительно а черт я не успел сильно тут что то что то происходит тихо все мы и она в этом замешана ты со мной узнай скот как бродить со шторм но только давай без глупостей этого я тоже кстати не видел а то усиленно пожалеешь ясно то есть я как бы сейчас играю на другой стороне дюков милан запрашивает сводку погоды прием слышу вас дюк все нормально прием а давайте давайте вызов слушать нас похитили повторяю зос мы в 20 милях все а чего он раньше ее не ударил странно ты какая умница вам это срок не сойдет ублюдки полиция вас выследит мечтай океан большой легко потеряться ну тут он прав конечно да нет воу воу ничего себе а если бы я не удержался может она погибла мне столько времени просто дали на то чтобы удержаться очень очень длинный кута ебал так 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 стой выкини его нахер на ладно спрашивай все хорошо ну давайте поможем все нет а во 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 в в вперед давай Давай. Мне очень радует. Что такое? Очень радует, как на ПК игра идет. Кто-нибудь знает, где Брэд? Он где-то прячется? Конрад сказал, он прячется под койками. А, то есть Конрад уже рассказал, понимаете? Ну-ка. Ясно. Молчите об этом, он может нас выручить. Про Брэда молчим. Лучше он будет там, чем с этими психами. Ну здорово, он же может там погибнуть. Брэд взрослый, не пропадет. Думаю, лучше ему пока не высовываться. Как бы другой игрок, если бы играл, он бы выбирал рассказать тоже про то, что он спрятался под койкой, или не рассказать. Можно было не рассказать, в принципе. Ну, почему так? О, да. Мэн оф Медан. Это же название грабля, вы же знаете. О! 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 Ну. И, по идее, это должен быть конец Дымоверти. Да, все то же самое, дорогие друзья 30 августа 2019 года Вот буквально уже через 20 дней выходит игра Через 20 дней мы с вами уже будем играть в нее И я очень надеюсь, что... Кстати, тут еще рекламируется версия Curator's Cut Но рекомендуется сначала пройти оригинальную версию А потом уже играть в Curator's Cut Это, видимо, какая-то режиссерская версия или что-то типа того Я буду думать очень так серьезно Играть мне сразу в коопе или же сыграть одному Обязательно пишите в комментариях То есть очень-очень много сцен происходит именно у другого игрока Который ты не видишь И есть смысл пройти в коопе два раза То есть видеть разное и принимать при этом какие-то разные решения Например, можно пройти в коопе, постараясь всех спасти Или пройти в коопе, постараясь всех убить Ну, в общем, по-разному совершенно можно пройти Еще больше предлагается нам вариаций и решений вообще В этой игре по сравнению с Дожить до рассвета И вообще с другими играми Которые вот выполнены тоже вот в таком интерактивном стиле То есть тут они прямо пошли намного-намного дальше Я очень надеюсь, что мне игру дадут на ПК Я буду играть на ПК, потому что на PlayStation 4, когда мы играли Несмотря на то, что это была прошка Из-за того, что в ней обычный жесткий диск стоит И игра сделана на Unreal Engine 4 У него есть такая проблема, что когда вот меняются вот эти кадры Меняются вот ракурсы То сначала текстуры предстают перед тобой буквально на там секунду-долю секунды В низком качестве и потом быстро подгружаются на нормальный И вот это постоянно было на PlayStation 4 Вот это просто постоянно было Вряд ли они это исправят и этого не будет к релизу Я не знаю Но вот сейчас играю на ПК Игра у меня установлена на SSD Ничего подобного нету И меня это очень сильно порадовало Игра вот очень хорошо выглядит и смотрится действительно как фильм Потому что когда вот эти подгрузки постоянно были Это очень сильно портило атмосферу Тебе все время вот напоминает, что ты как-то в игру играешь Ну и вообще в принципе классно, что игра вот в таком стиле, жанре Которая обычно всегда присущ эксклюзивам от Sony на PlayStation Она выходит и на ПК в том числе Действительно необычно, интересно, классно Мое мнение пока что, что надо конечно играть в нее на ПК Ну что ж, дорогие друзья На этом у меня все Мы ждем релиза игры Я не знаю, есть ли смысл демку проходить с кем-то в коопе Ну это как бы все-таки демка И я не думаю, что наверное стоит Но по поводу игры на релизе пишите в комментариях Я почитаю, мне будет очень-очень-очень интересно А на этом у меня все Подписывайтесь, ставьте лайки, все ссылки под видео С вами был Гидеон, всем спасибо и до следующей Миссии Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok